Мы можем вам рассказать что-то про поиск литературы, но для начала нужно понять, про что мы будем искать. И поэтому, прежде чем мы начнем, я попрошу всех присутствующих перейти по вот этой ссылке со своих девайсов. Если у кого-то нет интернета, то мы раздаем Wi-Fi. Сеть называется поиск литературы. Подключайтесь. И здесь я попрошу вас оставить свои сейчас предложения на тему того, про что мы будем искать. Посвятим этому 5 минут от нашего времени. Можно это сделать анонимно, можно подписаться. В реальном времени мы сейчас увидим ваше предложение. Ссылочку, пожалуйста, ссылочку. Отлично. Подписывайтесь. сейчас мы это разместим даже вот таким вот образом в реальном времени вот вот предлагают уже про повреждения разгибатели кисти поискать давайте вы напишите им то что может быть кто-то кто-то данный момент уже занимается поиском какой-то литературы может быть кто-то сталкивался каким-то проблемами не мог что-то найти вот время у нас ограничено выберем выберем что-то одно любую тему желательно связанную с травматологией но принципы поиска научной литературы мало отличаются пожалуйста предлагайте пожалуйста мы внесем какие какие есть предложения группу скинуть попросим 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 сашу уже много предложений я думаю что здесь тогда ссылку можно убрать ну еще пару-тройку минут и приступим снизу вверх мы сейчас начнем с чего-то одного выберем случайным образом чтобы никому не было обидно вообще формулирование запросы это отдельная тема но за экономией времени главное хотя бы определить системы тем более что если запрос формулирован не очень удачно это обычно становится понятно в ходе поиска что нужно что что-то нужно уточнить ну что наверное добавили уже все кто хотел нет еще ждем и вот вы вот 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 Никто не подписывается, Денис Ильич, все, которые предпочли анонимность, но… Ну что, все написали? Еще есть желающие? Кто-то дописывает? Все, тогда заканчиваем. Теперь… Кто-то еще дописал. Все, заканчиваем прием заявок. Сейчас выберем, что первое будет в списке. Поэтому и будем искать. Реабилитация после разрыва передней крестообразной связки. Ну, мы пользуемся все поиском в обычной жизни, ищем какие-то вещи. Пользуемся для этого поисковиками, Яндексом, Гуглом. Насчет Яндекса я, к сожалению, не имею большого опыта работы с ним. преимущественно работаю с Гуглом, но… Что можно отметить насчет Гугла? Гугл – это достаточно хороший источник, хорошее место для поиска. Если мы хотим найти что-то достаточно распространенное. То есть, вот… Велик шанс, что по запросу вот… Если мы просто вобьем этот запрос в Гугле, что он нам выдаст что-то актуальное. К сожалению, запросы на русском языке в Гугле не позволяют на первой, второй странице выдачи получить что-то актуальное. Обычные ли рекламы, или это какие-то сайты с историчной информацией… Ну, в целом поиск в Гугле работает таким образом, что если результатов нет вам подходящих на первой, второй странице, то обычно уже дальше идти нет большого смысла. То есть, сортировка по релевантности. Гугл – это очень крупная компания. Надо всегда помнить, что это компания, которая владеет ютубом, она владеет андроидом, гугл-переводчиком. То есть, это компания, которая не имеет аналогов в мире, и их поиск очень хорош в плане подбора наиболее релевантных источников. Ну, вот на английском языке, если мы попробуем написать то же самое… То есть… И да, если речь идет о поиске научной литературы, конечно, к сожалению, если вы откажетесь от английского языка, это сильно сузит круг поиска, сильно усложнит задачу. Потому что, к сожалению, в России такая ситуация с научной литературой, наши люди не имеют писать. Когда я сам пришел в литературу, мне сказали, что я… не покупаю, а значит, что-то себе очень любит, причем не научная литература, но, к сожалению, в России не в одном для других людей не учатся здесь научно, чья это? Научная литература. Учатся в литературе, и только. А литература – это еще не вся литература. И литература литература. Где-то, 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 сколько не поиск занятия литературой. Все это за причин, за что ты получаешь, вам, знаете, вот перевели запрос на английский язык. Обратите внимание сразу в плане формулирования запросов в Гугле. Вот часто встречающиеся слова сразу можно опускать. То есть вот injury ligament, они не очень специфичные, их можно опустить. Понятно, что если переднее крестообразное, то, скорее всего, связка. А если связка, то это либо травма, либо дегенерация. Ну, во всяком случае, это не дает много информации, поэтому можно просто сокращать, обычно писать вот так. И что нам предлагает Гугл на английском языке? Как видите, на английском языке сразу в первых же записях актуальные, актуальные ссылки. Первой ссылкой мы получаем ссылку на статью в Мидскейпе, прочтя которую вы скорее всего, которая посвящена непосредственно вот тому вопросу, по которому мы хотели что-то найти. И прочтя ее, вы получите, во-первых, хорошее представление об этом вопросе, а во-вторых, скорее всего, не упустите никакой важной свежей информации, потому что в Мидскейпе обычно вся свежая информация, она отражается. Также вот сразу же вот в первых же ссылках мы получили ссылки на обзоры, скорее всего, обзоры по, вот как раз таки по реабилитации при травмах передней крестообразной связки и после операции. То есть вот подытожим, поиск в Гугле позволяет обычно найти вот что-то такое быстрое, срочное и если особенно есть какой-то там базисный источник по проблеме, которую вы ищете, то велик шанс, что он вам выдаст ее в первую очередь. Но это общий Гугл. Нужно также помнить, что или вот узнать о том, что есть также такое подразделение Гугла под названием Google Scholar по-английски или Google Академия по-русски. Это такой подвариант поисковика Гугл, который отфильтровывает из поиска информацию, которая носит там рекламный характер, то есть достаточно хорошо выявляет в результатах поиска научной статьи. Ну опять же предлагается сразу поиск в английском варианте, конечно, предпочтительно этим поиском и воспользоваться. И тут уже мы получаем, видите, сразу статьи, то есть вот ссылка American Journal of Sports, еще американские журналы и так далее. То есть это вариант поисковика, который отсеивает научные статьи. В чем его плюс и чем он отличается от аналогичных поисковиков в медицине? В том, что он ищет по полным текстам, если они такие есть. То есть вот эти слова, они будут встречаться, поиск по ним будет выполняться не только по заголовку или аннотации статьи, но и по полным текстам. Потому что никакие другие поисковые системы, к которым сейчас перейдем, они по полным текстам не ищут. Вот это нужно помнить сразу, что полного текста их нет в библиографических базах данных. А в Google Scholar он есть. Соответственно, если он кем-то выложен был в интернете. Но, к сожалению, несмотря на этот его положительный момент, в качестве первого орудия поиска он не годится, поскольку, как вы видите, интерфейс у него достаточно простой. Как-то отфильтровать результаты поиска никак, по сути, этого не сделать. Получено около 64 тысяч результатов, причем он даже не пишет, сколько и на них получено. и поэтому быстро найти в нем нужную статью вряд ли получится. Просто стоит помнить, что он такой есть. А какая поисковая система все-таки является основной ведущей золотым стандартом? Это, конечно, поисковая система ПАБМЕД во всем мире, во всех возможных руководствах она считается стандартом. Конечно, когда ваша задача найти что-то, найти какие-то статьи, она не ограничивается тем, чтобы просто найти какой-то материал по теме, а именно нуждаетесь в списке литературы, конечно, вы начнете с ПАБМЕДа. И ПАБМЕД, ПАБМЕД вкратце, ПАБМЕД это поисковая система, поисковая система по базе данных, которая называется МИДЛАЙН. ПАБМЕД даже расшифровывается, паблик МИДЛАЙН, то есть общедоступная поисковая система для вот этой базы данных. А сама база данных МИДЛАЙН, она поддерживается Национальной медицинской библиотекой в США, в конечном счете Департаментом здравоохранения США. И также предоставляется вот такой бесплатный доступ к этой базе. ПАБМЕД существует очень давно, с 90-х годов, у него очень богатый язык запросов, это тема отдельного обсуждения. Но в принципе, в принципе, он подходит даже для таких вот простых запросов. Можно просто точно так же, как видите, я один раз перевел нашу задачу и вот точно так же сюда и вставляю этот текст и он уже выдаст какие-то результаты, которые будут отсортированы также по релевантности, по умолчанию. нет, по умолчанию, наиболее свежий он выдаст. И как вы видите, в любом случае количество результатов будете получать, как правило, очень большое. поэтому вот это вот как раз обычный и наступает тот момент, когда нужно определиться, что конкретно мы хотим. Потому что, казалось бы, даже достаточно узкая тема реабилитации после разрыва передней краснообразной связки. когда мы начнем искать литературу, по ней она окажется достаточно широкой и ее нужно будет сужать. Какие варианты сужения есть? Либо тематически, то есть мы будем рассматривать какие-то конкретные варианты реабилитационных методик, либо по типу исследований, то есть будем искать в начале только обзорные статьи или только оригинальные исследования. В подмеде для этого есть специальный инструмент. В подмеде для этого есть специальный инструмент. Оригинальность – это когда человек, грубо говоря, не терял этот максимум больным, кто-то и лечил, и это отлично. То есть оригинальное количество начала. А вот – это анализ нескольких оригинальных статей. Кроме типа статьи можно ввести ограничения по дате выхода. Обратите внимание, что есть две даты в контексте подмеда, а точнее в контексте медлайна, то есть базы данных, которые, собственно, мы выполняем поиск. Это дата добавления записи в базу и дата ее публикации. Это бывают совершенно разные даты. Потому что опубликованная статья может быть раньше, а добавлено сильно позже. Как происходит процесс индексации статей из научных журналов в базе медлайн? Вот в Национальной медицинской библиотеке США есть отдельный штат, отдельная группа персонала, которая занимается добавлением, частично автоматическим, частично вручную этих записей и, соответственно, возникают задержки. и несмотря на это, практически все ведущие журналы по травматологии, в частности, находят свое отражение в базе медлайн. Это достаточно редкая ситуация, чтобы какая-то статья зарубежная была известна или опубликована в крупном журнале и не попала в базу медлайн. Поэтому, если что-то не удается найти в базе медлайн, скорее всего, запрос нужно подкорректировать. Скорее всего, проблемы в этом, а не в том, что там чего-то нет. Это, к сожалению, очень большой разговор на тему того, как искать в базе медлайн. Поскольку там широкий поисковый синтаксис, то есть он позволяет точно искать слова только в заголовке или только в аннотации или только в ключевых словах. по умолчанию, если мы забиваем в подмет просто вот как в гугле слова, которые мы хотим найти без всяких уточнений, без вникания в детали поиска, то он будет искать вот эти слова, которые мы вобьем во всех полях библиографические записи. То есть еще раз обращаю внимание, в медлайне нет полных текстов статей, там только библиографические записи. Вот, к примеру, сейчас откроем какую-нибудь статью посвежее. Про реабилитацию. Вот. Сузим круг поиска, выберем какой-нибудь обзор. И на его примере посмотрим, как выглядит библиографическая запись в подмеде, точнее в медлайне. Тогда давайте откроем оригинальную статью. Вот какое-нибудь рандомизированное контролируемое испытание, посмотрим, есть ли на эту тему. Часто бытует мнение, что рандомизированных контролируемых испытаний не бывает в хирургии или в травматологии. Ну, они бывают, их делают за рубежом. Сейчас достаточно активно и велик шанс, что какая-то работа, про которую вы думать не думали, что ее кто-то провел, а ее кто-то провел. Поэтому тоже здесь полезно иметь определенную долю скептицизма и не загадывать заранее, что вот такой-то работы точно не будет. Весьма вероятно, что она и будет. Вот. Сейчас уберем какую-нибудь свежую работу. Чтобы еще проще было, делаем вот так. То есть отберем статьи, в которых в заголовке есть слово «randomized». Вот, пожалуйста. Сразу получили. Денису Игоревичу нравится. Это, правда, не про реабилитацию, но, возможно, они рассматривали в качестве исходов также реабилитацию. Мы сейчас посмотрим. То есть статья достаточно свежая, как видите, сентябрь 17-го года. Структура резюме, как правило, включает некую актуальность или введение, что по-английски называется «бэкграунд». Также в зарубежных работах часто указывают дизайн исследования, то есть краткое описание работы. Дальше раздел о методах. Раздел о методах, наличие раздела о методах – это во многом то, что отличает научные публикации от ненаучных, говоря, во всяком случае, об оригинальных исследованиях, поскольку авторы описывают не только, что они получили, но и что они делали, чтобы это получить. Затем идет раздел результатов и раздел заключения. Вот этот формат является стандартным сейчас и для русскоязычных публикаций, и для англоязычных публикаций. И, соответственно, во всем вот этом тексте, вот этой аннотации или реферата, как ее называют, если она структурированная, вот этот наш поиск, который мы выполняли, он этот текст просматривал. Также в каждой статье есть список ключевых слов, которые присваивают авторы. И, соответственно, в этом списке тоже поиск будет производиться. Теперь обратите внимание на вот эту вот последовательность символов, в которую подписано DOI. DOI – это Digital Object Identifier, то есть цифровой идентификатор объекта. Чем полезен этот идентификатор? Тем, что он позволяет на сегодняшний день быстро получить полный текст статьи. Это коммуникационный новый статьи. В каждой статье, где вам не выходили, во многих журналов, у нас всех волнен. У нас, в частности, такое фирмикальное, что демонер был только в этих статьях. Никакой другой статьи. В один номер украинский город, который может найти в финал. И для этого существует такой сайт под названием «Сайхаб». Он имеет полулегальный статус, поскольку на нем выложены полные тексты статей, которые по требованию издательства могут быть доступны только в платном доступе. Но, по факту, это очень популярный сайт. Им пользуются во всем мире, далеко не только в России. Было даже исследование на эту тему. Насколько широка аудитория Сайхаба выяснила, что им пользуются даже в крупнейших академических центрах за рубежом. На сегодняшний день многие журналы переходят на открытый формат публикации, но столь скоро, сколько у нас есть с Сайхаб. Нам это не столь важно. Как видите, достаточно скопировать просто вот этот дой, перейти на этот сайт, нажать открыть и в большинстве случаев он выдаст ту статью, которая нужна. Зачем нужен полный текст? Полный текст нужен всегда, когда вы хотите ознакомиться со статьей поподробнее. Потому что будьте готовы к тому, что в аннотации, которую мы с вами видели в этой структурированной, многих данных может не быть. То есть они туда не попадают. Авторы часто включают в аннотацию наиболее яркие их находки, то, что они хотели выпить в своей работе. А какие-то тонкости туда могут и не попасть. Для этого нужен полный текст. На сегодняшний день получить его несложно. Вкратце это вот про поиск англоязычной литературы. То есть резюмируя то, что вам нужно, вот. Одна маленькая хитрость. Можно статью открыть и открывать все эти варианты. Вот смотрите, еще один такой вид. Народный статус поиск литературы. В каждой статье есть один из каши. Вот смотри, вы пошли читать дисклаш. Вот пробегается какой-то номер. И смотри, маленький тип. 15, 39, 41, 45. Что это такое? Это ссылки на список литературы в конце статьи. То есть, если, например, вас какое-то положение интересовало, вы можете опуститься в конец список литературы. Вы можете опуститься в конец список литературы. Вот номер 15. Вот смотри. Отсюда накопируется. Выбирает поиск литературы. Там получается углы. И по этой углы забывают регионалы. То есть, маленький тип получается. То есть, когда мы знаем, что пошли, пошли, пошли. Это вот такой тоже спрос. Можно добавить еще два момента. Второй способ. Просто просмотреть библиографический список статьи. Если статья важна и актуальна, вы можете пробежаться просто по всем записям в библиографическом списке. Может быть, что-то найдете интересное. А второй момент. Это вот в случае, если мы хотим какую-то статью найти. Вот здесь как раз проще воспользоваться гуглом. То есть, просто скопировать название. Просто вбить его в гугл. И вот способность гугла быстро находить именно то, что нам нужно. Даже если у нас опечатки в написании, еще какие-то проблемы. Вот видите, хэмстринг, например, у нас за счет того, что там был перенос, вот оно разнеслось. Ну, гугл понял все равно и выдал нам, что он нам выдал. Давайте посмотрим. Ту статью нам выдал или не ту? Он выдал нам как раз ту статью. Видите? То есть, с минимальными усилиями скопировали, вставили. И тут же. Гугл очень хорошо дружит с Пабмедом в этом плане. И часто, буквально первой-второй ссылкой выдает как раз, как раз страницу статьи на Пабмеде. И здесь точно так же есть DOI. Точно так же этот DOI можем вбить с iHub и получить вот эту 15-ю статью, которая нас интересовала. Повторяем это дело. Статья не подгружается, но вот подгрузилась. Вот статья восьмого года, которая нас интересовала. Вот, собственно, что мы произвели. Произвели поиск литературы, который нас интересовал. И последний момент, про который все-таки нужно добавить. Есть еще такой сайт Libgen. Libgen тоже сайт полулегальный. Характер имеет. Но он очень полезен. И тоже создан русским автором, как и Sci-Hub, что характерно. Но чем он интересен? Тем, что те статьи, которые уже кто-то искал в Sci-Hub, и которые уже там сохранены, они периодически, они выливаются также в Libgen. И то есть, если Sci-Hub закрыт по каким-то причинам, или там не работает, всегда можно выйти в Libgen, выбрать поиск по статьям, написать название статьи, и можно ее будет скачать оттуда. И второе, основное, пожалуй, назначение Libgen – это поиск книг, книг, учебников. То есть, если вам нужны учебники или монографии по какой-то теме, то та же самая Interior включает Rehabilitation. Ну вот, монографии учебников на эту тему нет, но что неудивительно. Но по запросу реабилитации в плане коленного сустава, вот уже какие-то книжки нашлись. Здесь их можно скачать в полном тексте. Да. Последний момент, который остается добавить – это поиск на русском языке. e-library.ru. Здесь поиск имеет свои сложности. Также это тема отдельного разговора. Но в целом… … … … … … … … русскоязычные журналы, вот, после пятого года где-то, индексация достаточно хорошая, как правило, все серьезное, которое выходит, оно есть. И полный текст можно скачать либо отсюда, зарегистрировавшись, либо второй вариант, тоже привлекая на помощь Google. Бывает, что запись есть в e-library, а полного текста нет. Тогда тоже можно просто выделить текст заголовок и автора, найти в Google. И бывает, что полный текст найдется в Google. Основные принципы поиска такие на сегодняшний момент. «Тут надо, конечно, самому сесть, да, самому, чтобы не подключить, да, обладать самому, на стол, да, и тут все эти мучи делать, учиться именно так, когда я начинаю учиться на сегодняшний момент. Гранится на нормальном уровне, а потом, когда я появлялся, все это… ПОДПИШИСЬ!